Здравствуйте, это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня у нас в гостях главный архитектор Петерзаводска Евгений Фролов. Евгений Борисович, здравствуйте. Добрый день. Стало известно, как в обозримом будущем будет выглядеть площадь Гагарина. Обнародовали проект «Победитель». Как он вам? Мне показалось, что несколько необычное предложение. Организовав этот конкурс, администрация не прогадала, потому что было 15 проектов прислано на конкурсную комиссию, на жюри. И жюри в составе 10 или 12 человек, причем творческих людей из разных творческих союзов, отобрало лучший проект. И то, что они отобрали, на мой взгляд, этот проект очень интересен. Он современен, что немаловажно, так как мы живем в 21 веке. И он уже не войдет в тот диссонанс с объектом культурного наследия, зданием железнодорожного вокзала, как это было с Биг Беном. — Скажите, пожалуйста, были ли в жюри те, кто обычно против? У нас вот против Биг Бена, например, Елена Эйцексон, Арфинский, уважаемый в городе человек-архитектор. Они не были против именно такого объекта, такого, все-таки авангардная вещь такая? — Да, учитывая то, что Елена Евгеньевна Эйцексон, Ирина Евгеньевна Гришина и профессор Вячеслав Петрович были против и боролись против установки Биг Бена, установленного Биг Бена, то, естественно, они были включены в первую очередь в состав жюри. И, насколько я знаю, что в состав жюри и Гришина, и Елена Евгеньевна пришли, Вячеслав Петрович не смог прийти, но ему показывали эту работу. И раз выбрали этот объект, этот проект-победитель, значит, и Гришина, и Елена Евгеньевна согласились и оценили данное решение. — А вам кажется, насколько он гармонично впишется в этот архитектурный ансамбль круглой площади? — Если Биг Бен в народе, так называемый, это стелло с часами, диссонировал не только, накладывая свои вертикали на вертикаль шпиля здания железнодорожного вокзала, там и была разная стилистическая направленность. В данной ситуации здесь стиля нету, то есть совершенно нейтральные круглые формы, тем более почти на круглой площади находятся, и какие-то элементы дизайна в виде труб, ассоциирующие водопады с элементами, ассоциирующимися с рыбами, они не входят в какое-либо противоречие с тем ансамблем, который сложился на площади Гагарина. — Он высокий будет, вот эта фигура? — Он низкий, в том, в чем его и достоинство, что он низкий, единственный центральный шар диаметром 2,5 метра, но это не 6 метров, и остальное все плоскостные сооружения, подпорные стенки, мощение, светильники в виде шаров на газонах, так что я уверен, что в диссонанс это не вступит. — Можно ли говорить о сроках, и вообще на какие средства все это будет выполнено? — Ну, о сроках сказать точно не могу, единственное, что начало мы рассчитываем все-таки в 2017 году, каково финансирование, возможно, это будет финансирование из средств, выделенных городу Петрозаводску, на благоустройство общественных пространств в рамках «Комфортная городская среда». — Возможно, спонсорские деньги какие-то появятся, то есть сейчас пока рано об этом говорить. — И что будет с «Биг Беном» тоже пока неизвестно? — Ну, «Биг Бен», единственное, что можно сказать, пусть заводчане не переживают, потому что уже письма пошли, что его разрушать никто не собирается, что он будет демонтирован, и будем думать, в какое место города установить, и уже вот сегодня первое письмо пришло, предложение жительницы. — Во двору хочет себе? — Нет, нет, нет. Предлагает на Чапаева рядом с торговым центром «Весна», в связи с отсутствием благоустроенных пространств на перевалке. Но мы будем собирать и предложения, и сами анализировать возможность установки в том или ином месте. — Ну, действительно, с памятниками, наверное, не стоит так поступать. Огульно взял, да сломал. — Нет, нет, конечно, нет. Это все-таки вещь, сделанная качественно, сама по себе. И раз она есть, ее просто надо аккуратно демонтировать и, возможно, продумать место, куда ее установить. — Я знаю, что в городе еще собираются восстановить, так сказать, фигурку, которая украшала фонтан у юности. Ну, вот это, как она называется, юность, да, самая фигура называется юность. — Скульптурная композиция. — Скульптурная композиция. Куда ее собираются поставить, уже известно. И согласен ли скульптор? Я знаю, что долгое время он сопротивлялся или предлагал городу выкупить. Все-таки там речь идет о нескольких миллионах, я так понимаю. — Да. Недавно произошла встреча у Ирины Юрьевны. Присутствовал скульптор Шукованиченко Минаевич. И как раз шел разговор о том, на каких условиях скульптор готов передать эту скульптуру. Потому что это является его собственностью. Город за городом не числится. За муниципалитетом это скульптурная композиция. Скульптор озвучил сумму, за которую он готов отдать, отреставрировав эту скульптуру. — А сколько, если не секрет? — Не секрет 5 миллионов рублей. С его слов, это для изделия монументального, так сказать, искусства заниженное. Но таких денег в бюджете нет. И поэтому вот в прессе я видел, что брошен ли клич или дано объявление о поисках меценатов на сбор средств для того, чтобы эту скульптуру у скульптора выкупить и вернуть горожанам, в общем-то, достойный объект монументального искусства. — С помощью нашей программы можем обратиться к людям, у кого деньги есть, лишних 5 миллионов. А куда обращаться? Вот есть у человека, например, меценат Иванов, есть у него 5 миллионов. Куда ему идти? — Ну, наверное, это надо в администрацию обращаться, возможно, с письмом, что готовы такое-то количество средств пожертвовать на возврат скульптурной композиции. И дальше, возможно, если сумма наберется, то решится вот эта проблема. — А будет какая-то табличка с фамилией дарителя? — Ну, это, наверное, надо продумывать. Это вполне естественно в наше время. И, конечно, если такое случится, и, так сказать, будет сбор, и несколько меценатов пожертвуют эту сумму, я думаю, что будет продумано, как в композиции с этой скульптурой, вкомпоновать памятную доску о тех меценатах, кто пожертвовал средства на восстановление. — Это, наверное, не самая большая проблема. Главное, чтобы деньги были. — Как у нас продвигается дело со стеллой «Город воинской славы»? Все пишут, 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 пишут о каких-то слушаниях, протестах, о совещаниях. На сегодняшний день какие новости? — На сегодняшний день ситуация такая. Неоднократно обращались в администрацию представители общественных организаций. Значит, дважды администрация шла навстречу по смене места. Но в результате было одобрено все-таки принято решение в администрации разместить на площади между улицей Куйбышева и здание администрации, создав новое общественное пространство, создав новые традиции, потому что у стелла «Город воинской славы» будут происходить определенные патриотические мероприятия. Тем более, что рядом открывается в здании администрации зал воинской славы. И, по всей видимости, это будет хорошим, так сказать, таким ансамблем, который создаст толчок новой традиции около администрации собираться на определенные торжества и мероприятия. — О сроках здесь можно каких-то говорить? Все-таки собирались там только 9 мая, только дню города. — Создана дорожная карта, в настоящий момент размещен аукцион на проектные работы. Значит, проектные работы должны быть сданы в мае месяце, и срок на строительство дан до сентября. — Этого года? — Этого года. То есть администрация планирует возведение стеллы, организация площади закончить в сентябре 2017 года. — Спасибо большое. Будем следить вместе с вами за развитием событий. И удачи вам в работе. — Спасибо. — Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt.defis.onego.ru. Всего доброго. До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин